Алексей Васильевич, Вы сказали, что за последние годы стало рост и помоложение детского диабета. С чем это связано? Вы знаете, эта ситуация не только у нас, а во всем мире идет истинная рост заболеваемости с сахарным диабетом первого типа и омоложение диабета. Мы уже последние лет 15, наверное, отмечаем. Вопрос, почему остается открытым, собственно, механизмы развития диабета первого типа, они известны и понятны, это аутоиммунное заболевание, которое, собственно, генетическое предрасположение существует к этому. Вопрос в факторах, инициирующих запуск аутоиммунных процессов против бета-клеток. То есть на сегодняшний день, ну там несколько факторов более-менее являются доказанными. Энтеровирусная инфекция, это вирусы различных типов, но большинство из внешних факторов, они только генетически можем предполагать. Причем существуют очень серьезные международные исследования, там были центровые, когортные, где как раз в этой когорте предрасположенных детей к развитию диабета, прямо с рождения как бы выявляют предрасположенные гены, да, их наблюдает вот в течение длительного периода, там есть исследования, которые уже 20-30 лет. Вот, и у этих детей, независимо от того, ну то есть это условие включения в исследование, там около 10-ти тысяч детей, вот, и у них каждые полгода берутся образцы крови, чтобы, ну если разовьется диабет, понять какой фактор мог бы выявить. Ну вот на сегодняшний день пока мы не можем сказать, что у какого-то конкретного ребенка является провоцирующим фактором. Причем есть ситуация, вернее, есть пациенты, то есть вот он предрасположен, у него есть даже антитела уже к бета-клеткам, но эти пациенты могут всю жизнь прожить и не развиться диабет. То есть еще факторы есть второго уровня, внешне какие-то, которые провоцируют вот запуск этой деструкции бета-клеток и развитие инсулина, дефицита инсулина и манифестации диабета. В общем, проблема, она, собственно, глобальная, вот, и, к сожалению, в плане, как бы, вот, патогенеза не все понятно, но сейчас появились, как бы, исследования и зарегистрирован FDA, это в США препарат, который как раз направлен на профилактику первого типа диабета. Детей, вот, которых я рассказывал, предрасположены с наличием антител. То есть и применение вот этих препаратов, это моноклональные антитела, оно позволяет отдалить манифестацию диабета в среднем, там, на 2-3 года. Ну, я надеюсь, в следующем году мы эти исследования также подключимся, потому что это, ну, в общем, перспективно и важно для детей. Субтитры создавал DimaTorzok